В подмосковном Пушкине прошел турнир по мини-футболу среди детских команд. Соревнования были организованы городским и областным отделениями КПРФ совместно с футбольным клубом «Альянс». Все подробности в нашем материале. 10 команд по мини-футболу из разных спортивных клубов Московской области приняли участие в турнире на призы мини-футбольного клуба КПРФ. Участники соревнований – мальчишки в возрасте от 11 до 12 лет. Мы уже победители. Удачный финт, классная комбинация, удар, гол, даже если проиграли – это уже победа. А общая наша победа в том, что мы должны развивать спорт так, как это было прежде, чтобы участие в соревнованиях не требовало денег, а требовало только умения и воли, и чтобы у нас ширилось количество футбольных команд, и мы вышли на уровень кожаного мяча, когда в каждом дворе была футбольная команда. Участников турнира поприветствовал легендарный футболист, нападающий мини-футбольного клуба КПРФ, игрок сборной России Дмитрий Лысков. В первую очередь, конечно, хочу поприветствовать вас и ребятам, пожелать вам как можно больше красивых голов на этом турнире, ярких побед, ну и пускай победит сильнейший сегодня. Прошедший турнир был посвящен столетию образования СССР. Партия всегда уделяла большое внимание воспитанию подрастающего поколения. В спортклубе КПРФ уверены, такие соревнования необходимо проводить регулярно. Они способствуют развитию детского спорта в стране. В первую очередь, популяризация нашего вида спорта, во-вторых, за ними, так скажем, будущее наше. И спортивный клуб КПРФ очень много уделяет детским турнирам, просматривает игроков для того, чтобы в будущем они были в первой команде. Несмотря на юный возраст спортсменов, борьба за победу шла по-взрослому. Ребята показали настоящий футбол. Все матчи турнира держали зрителей в напряжении. На трибунах самые преданные фанаты. Родители юных спортсменов. По их мнению, игры получились очень зрелищными. Радует то, что детям есть возможность соревноваться, показать товарищу. Свои умения. Организаторы молодцы. Смогли создать, что сбор развивают. Что-то есть в нашей стране уже для детей. Считаю, что такие турниры надо устраивать для ребят. Поколение растет, спортивное. Довольными результатами игры остались зрители и тренеры команд. Они уверены, что из игроков вырастут достойные спортсмены. Команды все очень подготовлены. Видно, что не просто так приехали сюда мяч попинать. Именно бьются. Хотят выиграть все первое место. Очень нравится. Почаще на самом деле. Нужно это устраивать. Было бы замечательно. Чем больше ребятишек в орбите спорта, тем их меньше в орбите, ну, сами понимаете, чего. Человек должен развиваться гармонично. То есть не только образование, но еще и физическое развитие. Ну, плюс это командный вид спорта. Турнир завершился победой команды «Вектор» из города Щелково. Ребята получили памятные медали и заветный кубок. Награду вручили не только командам-победителям, но и лучшим игрокам турнира. Ребята получили фирменный мяч и футболку с автографами игроков мини-футбольного клуба КПРФ. Ребята собираются стать профессиональными футболистами. Я хочу стать профессиональным футболистом. Именно вратарем будешь? Да. Ты получил в награду как лучший полевой игрок Майку Асадова. Да. Как думаешь, лет через 10-15 будут дарить Майке детишкам своей фамилией? Считаю, что да. Я себя буду стараться. Будет желание. Организаторы турнира отмечают, сегодня очень важно поддерживать детский спорт. Сегодня состоялся второй этап нашего турнира, который мы проводили совместно с мини-футбольным клубом КПРФ, с КПРФ и Российской Федерации. Приурочили, как я и говорил ранее, к столетию образования СССР. Основной целью задачи нашего футбольного клуба – это взаимодействие с другими коллективами, для того, чтобы дети не оставались на улице. Для того, чтобы у ребят была возможность проявить себя, в дальнейшем показать себя, ну и построить возможность свою футбольную карьеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова